так уважаемые телезрители всем привет сегодня тот самый долгожданный день когда я получил когда вы получили вместе со стасом вот эти вот волшебные ключи от нашего дома в самом дорогом месте планеты солнечной калифорнии именно в кремниевой долине в городе сан-хосе это как я уже в одном из предыдущих видео показывал это 3 бедром на 3 бедромный дом тут полтора туалета общая площадь примерно составляет 1090 square feet здесь в принципе большой участок но есть небольшой потенциал для дополнительной пристройки и как говорил михаил портнов я его даже не понимал изначально чё она имеет ввиду я ему говорил да вот мы купим тут в сан-хосе дом лиля-то поля он говорит такой да вы чё гад это как такой геморрой ты чё гад руслан ты замучаешься вот и я хотел бы сегодня конечно акцентировать это внимание по этому поводу поскольку вся вот эта вот канитель которую мне пришлось пережить и станиславу при выборе и покупке дома и вообще просто при попытке даже найти того продавца который бы нам согласились согласился продать дом я бы наверное не смог не физически не не в психологическом смысле выдержать блага если бы не два человека которые нам помогали во всем этом процессе их зовут ирина и игорь вы наверное видели в предыдущих видео фрагментами и горе это такой лысый мужик сейчас я его покажу они сейчас снаружи дома там что-то осматривают и до полный геморрой как принципе я показывал неоднократно в других видео все свои пытался по крайней мере высказать переживания и в свое недовольство так я сейчас их позову и немного их поспрашиваем что да как почему оказывается так геморрой на покупать здесь дом и в чем весь смысл и цимус данного так скажем процесса так вот тут у нас ирина уже привет ирина так я тут как настоящий полноценный homeowner уже залез в наглую просто на как на задрайвый дом у нас выглядит здесь наверно в темноте не будет слишком сильно видно но по крайней мере это стандартный американский дом который находится в из сан-хосе а я говорил о том видео то что в одном из тех видео что этот дом обладает одним очень важным секретом никто не догадался что это за секрет если вы сейчас напишите в комментариях чем же этот секрет каким секретом обладает этот дом то я этому первому человеку вышлю какой-нибудь приз из калифорнии так вот вот а здесь сюда час сейчас мы зайдем в более светлое помещение с игорем и серийной и немножко их поспрашиваем почему так тяжело покупать в сан-хосе дом здесь у нас все пусто вот здесь вот у нас ирина я никогда не показывал на ее много раз уже видел снег а это его ирина а почему так тяжело а с хорошими клиентами все легко за последние два я говорила с хорошими клиентами если вы спрашиваете нашу задать вопрос сложно ли покупать дом с хорошими клиентами всегда легче вы хороший клиент вы очень умный клиент вы правильно выбирали дом вы правильно подготовились к покупке вы все делали правильно поэтому в этом плане все было просто на мой взгляд транзакция была достаточно несложная по сравнению с другими поэтому общераспространенное мнение что покупка дома это геморрой или еще хуже я с этим не согласно нет но по крайней мере для меня было мое понятие было как я вижу товар у меня есть деньги у меня есть какие-то так скажем а будущие кредитная линия и я иду и покупаю что что мне нужно здесь в данном случае я хочу купить к примеру этот дом и какой-то дяденька приходит и говорит у меня тут чемодан денег иди в попу я его покупаю соответственно у нас перед нашим носом ушло там порядка трех-четырех домов которые мы просто больше даже больше написали по-моему 5 оферов но это секрет игорь в интервью нельзя таки не секрет в общем но вообще соревновательность между покупателями огромная и на самом деле конечно каждый продавец хочет видеть покупатель у которого больше денег на down payment и тут наша техника наше умение я похвалюсь этим я горжусь тем что мы за 22 года работы здесь чему-то все-таки научились мы начали продавать дома в двенадцать седьмом году и нас многие знают и мы очень благодарны что руслан обратился к нам на самом деле я не обратился я просто в общем как я познакомился с этими людьми я же люблю всякие фейсбуки инстаграмы я же не могу без них жить ирина оказалась довольно таки продвинутым так скажем пользователем фейсбука она постила спонсор рекламу advertising или что-то в этом роде и делала бесплатные семинары покупка первого дома и делаем и приглашаем вас на наши будущие семинары вот если вы находитесь сан-хосе наверно будет полезно сходить и потому что я был действительно немножко удивлен думаю а я такой спрашивает у меня вот я говорю что у меня есть я буду но голая задница денег ноль на счету и нету green card и собственно кто меня давно смотрит они знают то что я здесь находит нахожусь вместе со стасом у нас одинаковый с ним статус называется птичьи права на птичьих правах мы здесь находимся в статусе осилом то есть полит беженцев и green card у нас нету мы все еще ждем политическое ой вернее интервью с миграционным офицером и поскольку мы уже ждем я жду конкретно три с половины года а станислав два с половиной года а деньги утекают вот как вот из-за тех вот пальцев решили все дорого вот решили все-таки эти деньги не инвестировать в съем офиса а все-таки пить такой домик и что-то попытаться из него сделать какой-нибудь вот такой мини-офис можно сказать сколько у меня до этого я я всегда снимал те которые вот и кто-то нам не говорил то что сити сан-хосе лалата поля какой-то civil rights лалата поля все кто более-менее соображает в налогах и в таксах и кто работает на себя или не на себя они обязательно списывают жилую площадь под таксы соответственно это у нас офис офис убийство сразу двух трех четырех зайцев одновременно покупкой этого дома что скажете абсолютно с этим согласна но это как раз демонстрация еще одна что руслан очень умный грамотный клиент который очень правильно подошел к покупке дом это называется я однажды записывал видео про стене слова и мне сказали написали это хвалит кукушка хвалит кукушка хвалит кукушка на самом деле здесь здесь не так дело в том что покупка дома на наш взгляд на наш профессиональный взгляд я не обнимаю они не знаю что ты мой муж 23 года узнают пускай все узнают так вот на наш профессиональный взгляд покупка собственного дома это первый серьезный шаг который практически всем жителям америки необходимо сделать для того чтобы добиться финансового успеха к сожалению общество америки продолжает расслаиваться на два больших класса арендаторы и владельцы жилья и владельцев жилья становится все меньше арендаторов все больше и чем дальше тем сложнее будет стать владельцем жилья вот я считаю руслан сделал очень правильное решение у меня есть еще одно маленькое такое наблюдение за последние 23 года что люди которые приехав страну покупают течение трех лет добиваются успеха те кто продолжают арендовать успеха не добиваются вот я просто поддерживаю отношения со всеми своими статистиками вот такая статистика почему не знаю вот и я очень надеюсь что за этим домом последуют другие потому что руслан он очень умный человек он будет очень хорошим инвестором и в процессе работы с ним мы многому научились вообще крепостью уверенности в себе не к любимому успокоить он всегда говорил там про играли следующий будет еще лучше вообще не хочу хвалить петуха или кукушку но это была очень интересная работа и нам бы хотелось чтобы наши бизнес-отношения превратились дружеские задум будет будет в общем выбирая сторону арендодатель блин арендодатель ты homeowner или тенант в общем мы уже на стороне homeowner of твой черед выбирать пока так вот он самый трогательный долгожданный момент новый хозяин дома а через новый хозяин дома закрывает ну и конечно же как у нормальных пацанских районов в ГТА здесь обязательно должен быть металлический забор чтобы подчеркнуть нашу индивидуальность и исключительность сравнения с которыми мы не посидим и aware of the dog nice see you а а а а а а а